Отлов, стерилизация, возвращение в естественную среду обитания. Вступлением в силу федерального закона об ответственном обращении с животными за 2020 год по такой программе в Ульяновской области прошло 1260 бездомных животных. После отлова четвероногих направляют в приюты. Их на территории региона насчитывается 8 штук. Но это не может полностью исключить нападение бездомных собак на людей. За прошлый год около 3000 человек обратились в больницы региона с укусами собак. Больше половины собак, которые находятся в свободном выгуле, составляют домашние питомцы. На сегодняшний день единственное верное решение, которое отмечает общественность – сделать регистрацию животных обязательной процедурой. По надзору. Проблема? Проблема. То есть мы ее не решим ни приютами, ни финансируем, вопрос не решим. Напрашивается вопрос, что нам необходим сегодня дополнение к 498 закону, необходима регистрация обязательных животных. Нужно обязательно их регистрировать, о чем мы сейчас будем показывать, как эта проблема сегодня решается, как сегодня можно это решить, чтобы в обществе вот этот вот, как бы сказать, проблемный вопрос был решен. Предложение по решению данной проблемы на совещании высушил глава региона. Сергей Морозов поддержал инициативу общественников. Сейчас главная задача рассмотреть все подводные камни для внесения необходимых дополнений в федеральный закон. Я готов в ближайшее время посвящаться с руководством федерального собрания, там и в Думе, и тем более в Совете Федерации, как палат регионов. И если мы действительно проработаем законодательные инициативы, то мы обязательно внесем. Оптимальное решение проблемы – это система электронной идентификации животных. Чипирование включает в себя введение под кожу капсулы с микросхемой стерильного стекла. Для животного такая процедура безболезненна. Для ее осуществления владельцу необходимо иметь при себе ветпаспорт питомца или документ на право собственности. Для животного самый главный плюс – это то, что если при каких-то обстоятельствах животное потеряется, то есть будет какой-то факт криминальный, там кража животного, то есть если животное будет найдено, то есть специально считывающим устройством номер микрочипа считывается через систему идентификации электронной, которая в свободном доступе в интернете. Этот номер чипа идентифицируется и по паспортным данным, тем, которые вносится в систему, можно найти владельца. Процедуры чипирования доступны и для безнадзорных животных. Для этого человеку, который нашел собаку на улице, необходимо обратиться в ветеринарную клинику. После предварительного осмотра питомец будет поставлен на учет. Процедура регистрации животных станет обязательной после вступления в силу новых дополнений в федеральный закон. Точная дата пока неизвестна. Александра Никитина, Даниил Сурков. Новости Уллправда ТВ.